всем привет ребята сегодня сегодня мы затронем опять кирпичную печь длительного горения с водяным отоплением сейчас мы получается первой части я делал получается обложил кирпичом обычным красным кирпичом сейчас я обложил его шамотным кирпичом шамотный кирпич он вообще специально предназначен для высоких температур вот у него у него плотность выше плотность кирпича соответственно тем 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 он он соответственно дольше нагревается но дольше отдает тепла на 30 процентов по сравнению с красным кирпичом поэтому в нашем случае конечно мы будем использовать шамотный кирпич и соответственно он будет высшую температуру отдавать то есть самой камере сгорания температура будет выше соответственно сгорать будет лучше все вот вот это очень важно поэтому я решил переложить полностью вот эту всю камеру полностью она у меня из шамотного кирпича вот ребят вот такая вот печка вот это я дополнительно поставил получается чемоданчик потому что один чемоданчик который полностью утопленный он не справляется дом дом 10 на 10 воды много поэтому дополнительная вот поставил чемоданчик 2 он уже справляется то есть уже батареи уже хорошему горячие уже батареи то есть это дополнительно то есть видите как открытый огонь и то есть попадает туда этот скелет который ранее был у меня я и вообще убрал этот скелет он вообще он по сравнению с этим этот эта печка намного лучше по сравнению с обычным этот скелет ставят туда и ну как котел обычный эта печка намного лучше и соответственно не у кпд намного выше по сравнению с другими печками вот ребята в первой части я вам там показывал какой у меня котел и размеры его вот вот у меня вот получается сбоку вот сейчас вот он стоит внутри он полностью утопленный то есть вообще вся печка то есть аккумулирует в кирпичи у меня получается да все тепло и потом кирпичи отдают все тепло чемоданчик у вот такой вот принцип у меня как сказать работает и печки то есть она вообще сама не сложная в работе ну и вообще в конструкции сама не сложная вот вот так вот тут выглядит ну ладно ребята всем пока всем до встречи